Россияне, вот мне подруга рассказала, что к ней в Украину приезжала сестра, и вот у них в селе собиралось очень много иногородних. То есть там были из Украины, и из России, и Белоруссии. В общем, собиралась большая компания. То есть сельских, например, 10, а всего было 43 человека. И не было такого, что я там оттуда, я оттуда, я оттуда. Это было единственное место, россияне, куда вы ездили, где вы чувствовали себя как дома. Вот если бы Украина туда приехала, они бы, так сказать, поняли, что они не у себя дома. А вот россияне, когда ездили в Украину, там было вот всё классно. Там была куча сала, музыка, как называется, welcome, как сказать, слово-то слово. С большой любовью вас встречала Украина, все национальности, и всем было одинаково хорошо, без притеснений, без нравоучений, кому на каком языке говорить. Зачем вы всё это испортили? Вот теперь это всё осталось в истории. Вы теперь своим детям, внукам будете рассказывать. Ванечка, а ты знаешь, а в 2013 году мы ездили в Украину, и там нас встречали со всеми этими вкусняшками, которые есть только в Украине, да, борщ, который есть только в Украине, сало, которое есть только в Украине, да. И мы брали с собой обратно столько вкусных продуктов, мы везли домой, потому что только в Украине нас сдали с таким теплом и с такой радостью. А ваши дети будут, что, серьёзно, что можно было ездить в Украину? И нас там любили, да? Сказали, да, да, и там у меня куча фотографий, мы каждый год ездили, каждый год мы там проводили, мы детей туда отправляли на всё лето, потому что ну где можно отдохнуть так классно, как не в Украине? У бабушки там, у сестры, у, не знаю, у папы, у мамы, ну точнее, если бы там родители жили по разные стороны двух стран, вот, и дети такие, вау, а зачем же тогда война? Ну мы же в Германию уже не ездили, правильно? Ну я сомневаюсь, что кто-то ездил, кроме как Романовы, то есть я не думаю, что россияне сильно-сильно ездили в, ну, небольшая проблема, ну поругались с Германией, ну и что? То, что вы поссорились с украинцами, это просто, как бы, Путин, понятно, да, это галимое хуйло, что как можно хуйло построить другой диагноз? Я не буду копаться в его черепушке, но вы россияне, вы же потеряли семью, вы потеряли, не знаю, самую лучшую часть своей жизни. Субтитры сделал DimaTorzok